Первый канал и компания «Телеформат» представляют. Подъезжая к офису детективного агентства, помощники детектива Лукина стали свидетелями потасовки между пожилой женщиной и молодой мужчиной. – Да ведьма она старая, а не женщина! – Я тебе покажу ведьму! Ворюга, чертов! Всю жизнь помнить меня будешь! – Да вы посмотрите на нее, а! Сначала согласился детективу, а теперь друг на тебе! – Что, детектив, детектив! При чем здесь детектив? Нужен он мне больно! Да они все-таки давно уже его подкупили моими же денежками! Я все по дороге-то поняла! Все! – Да дура ты старая! Чтобы они век не нашлись твои деньги! – Успокойтесь, пожалуйста! Давайте пройдем к нам в офис, и вы все расскажете! Я помощница детектива, он вам поможет, я уверена! Ну что ж, пойдем к вашему детективу сходим! Пойдемте! – Не трогай меня! В офисе скандал вспыхнул с новой силой! – Они у вас вообще были, эти деньги? Не приснились они вам? – Да были, были! Пока ты, бандит свинячий, их не спер! – Так, я должен записать вашу фамилию! – Петрухина моя фамилия! А этого вот жулика Борька Рудаков зовут, запиши! – Да она достала меня! Если б вы только знали! По всему району развонила, что я пришел к ней кран чинить и деньги у нее украл! – Украл! Украл! Пусть люди знают! – Люди теперь боятся сантехников вызывать! Обо мне и слышать не хотят! Четвертый день без работы сижу! – И правильно делают! Не ворую пожилых людей! – Я жениться собрался! Женщину себе хорошую нашел! А теперь Людка – невеста моя! Говорит, не пойду за преступника! Платье свадебное продавать собралась! – И правильно! Так тебе и надо! И тетка твоя воровка! Воспитала бандита! – Ты мою тетку не трожь! Ясно? – Так, все! Хватит устаровать базар! Присели! – В милицию обращались? – Обращалась! Раз пять уже ходила! Они мне говорят, посмотрите, может перепрятали куда или истратили! Думают, что у меня этот, ну как его, ну, склероз, маразм старческий! – Но ведь заявление-то они обязаны были принять? – Да приняли! Только что толку-то? Что они мои денежки, что ли, искать будут? – Ну понятно. Мне все понятно. В общем так, сейчас у меня нет времени, мне надо отъехать. Часа через два я приеду к вам домой и поговорю. Я чувствую, говорить надо с каждым в отдельности. – Пожалуйста, Игорь Петрович, разберитесь с этим побыстрее, а то бросит меня, Людка чувствует, что бросит. – Ну и правильно сделает! Вор в тюрьме должен сидеть, как один в кино умный мужик говорил. Спустя два часа Игорь Лукин, как и обещал, приехал к Нине Федоровне Петрухиной. – Смотри, в этой банке с мукой я и хранила деньги, замотала в полиэтиленовый пакет, завязала резинкой и так и хранила, пока бандит этот. – И сколько там было? – Сто пятнадцать тысяч ровно. Внучке Наташкина приданное откладывала. – Нет, Федоровна, вы меня, конечно, извините, но почему вы так уверены, что деньги украл именно Борис Рудаков? Он что, знал, что вы в этой банке их храните? – Так тетка его Рудакова, Шурка, знала. Я проболталась ей, дура старая. – А зачем же вы ей об этом рассказали? – Да она мне как-то месяца три тому назад позвонила и говорит, «Ой, Нина Федоровна, у вас дочка в сберкассе работает, не посоветуете ли вы мне, где деньги держать, в каком банке?» – А я говорю, ты что, дура старая, ты посмотри, что делается в миру-то. Кризис. Я говорю, никаким банкам я не доверяю. Деньги надо держать в банке с мукой, как я делаю. Ну вот она, видно, племяннику сказала, он и про денежки мои, он и спер их. – Нина Федоровна, скажите, а в тот день, кроме Бориса Рудакова, кто-нибудь еще к вам заходил? – Так Шурка Рудакова и была. Сейчас, подожди, сейчас я тебе расскажу, как дело было. Значит так, Шурка сидела на кухне, а мы с ее племянником, с Борисом, пошли в ванную. Я ему кран показывала поломанный. Кран хороший. – Да какой там хороший? Заменить бы его совсем. – Шустрый какой, заменить. Заменить – дело не хитрое. – Боря, я тебя к обеду жду. – Саша, у меня работа на полдня, рано не жди. – Сейчас Шурку провожу. – Кран хороший. Да где вы такие краны берете? Хороший кран. – Пока он с краном возился, я от него ни на шаг не отходила. А потом зашел сосед мой, Николай Васильевич. – Нина Федоровна, Верочке что-то опять совсем нехорошо. Помогите, пожалуйста. – Я знаю, знаю, что ей надо. У меня есть замечательное лекарство. Сейчас я принесу. – Да, да, да. Заставьте ее принять лекарство. Вы это можете. – Вот. Пойдемте. Ну, что же вы, Вера Семеновна, нельзя так голубкая. Ну, себя поберечь надо. – Ой, Нина Федоровна, чего ты вас побеспокоил-то? С ума сошел? – Выпейте. Это сердечное. Выпейте, выпейте. Радоваться надо, что ваш муж такой заботливый. – Пришла я минут через пять. А Борька этот уже уходить собирается. Но кран он, правда, починил. Я, говорит, прокладку поменял. – Нина Федоровна, скажите, а больше никто не заходил? Это очень важно. – Я после Борькиного ухода минут через сорок глянула на банку, и у меня внутри прямо что-то ёкнуло. Засунула руку. А денюжек-то и нет. А накануне ночью были. Я тесто ставила, брала муку, а заодно и сверточек пощупала. – А кто-нибудь еще заходил? – Ну, утром забегала внучка. Я ее чаем напоила, 300 рублей с пенсии дала. – Понятно. Вера Федоровна, я баночку-то вашу возьму на время. Я думаю, мука у вас не последняя. – Бери, не жалко. Мука-то у меня есть. – Ну и. Хорошо. По поручению детектива Лукина помощники сняли отпечатки пальцев с банки. в которой клиентка хранила пакет с деньгами. – Странная все-таки история. Наша клиентка Петрухина выходила к соседке всего на 5 минут. – Ну а чего здесь странного? 5 минут вполне достаточно. Да здесь минуты хватит. Хочешь, проверим? Вот смотри. Так. Ну вот. Вот я прячу деньги. Так. Открываем баночку. Хоп. И все. Так, правда, руки теперь нужно помыть. Ну, допустим, я Петрухину отхожу на минутку помыть руки. Так? – Ну и что? Смотри, все просыпалось. Весь стол грязный и банка вся в муке. – Юль, ты что, решила нам пирожков испечь? – Да нет, мы тут эксперимент проводим. – Ага. – Да, получается, что скрыть все следы преступления быстро явно не удастся. – Да? А я думаю, что преступник был более подготовлен. Ну-ка, убирайте. – Вот, теперь баночку ставьте. Сверток туда. – Так. – Закрывайте. – Так. – Вот, с помощью носовой платка открывай баночку. – Так. – Угу. Доставай сверток. – Так. – Ну, аккуратно, без резких движений. Давай-давай-давай, смелей. Вот, теперь сверток убираем в пакет. – Ага. – Держи. – Так. – Просыпавшуюся муку. – Туда же. – Угу. – Да, точно. Никаких следов. Значит, внучка Петрухина и легко могла это сделать. – Только я думаю, что все это было не так. Мука – штука летучая. Где-нибудь да просыпется. – И Рудакова могла. – Рудакова вполне могла. Ведь она же оставалась в кухне, пока Петрухина ходила в ванну показывать Борису сломанный кран. Да, а что с отпечатками? – Да ничего, кроме нескольких отпечатков Петрухиной. – Угу. Да, кстати, я записал номер школы внучки Петрухиной и взял ее фотографию. Так что надо бы за ней понаблюдать. – А Рудакова? – А вот перед Рудаковым нам пока светиться нельзя. Борис нас всех в лицо знает. Значит, это должен сделать кто-то другой. Но не вы, не я. В тот же день детективы установили наблюдение за внучкой клиентки, выпускницей школы Наташей Петрухиной. – Ну, что там? – Ой, как хорошо, что это все у нас уже позади. Школа – это, конечно… – Школа? Не знаю. Школа – это прикольно. – Значит так. Сейчас у ее класса заканчивается подготовительное занятие к экзаменам по математике, и на сегодня больше никаких уроков у нее нет. – Угу. Угу. А вон, это вот не она идет? – Симпатичная девочка. Ты смотри, курит прямо на территории школы. – Слушай, а может мне тоже закурить? – Да ты к чему? – Ну, чего не сделаешь ради любимого дела? В детективное агентство обратилась пенсионерка Петрухина. Она обвиняет сантехника Бориса Рудакова в краже денег, которые она хранила в банке с мукой. Рудаков категорически отрицает обвинение. Под подозрение также попадает внучка Петрухиной Наташа и тетка сантехника Александра Рудакова. Расследование продолжается. – Девушка, у вас сигаретки не будет? – Да? – Алло, Алёнь, привет. Да, слушаю. – Да. – Ну, а чего ты так расстроилась? М? Ну, не реви. Ну, так, ага. Ну, и сколько, ты говоришь, мать задолжала ей? Всего-то? Двадцать тысяч? Не вопрос. Я дам ей эти деньги. Садачи, конечно. Ну, все, не реви. В часов десять забегу. – А, спасибо. Может, и мне тысяч десять дадите займы? – Обойдешься. – А вы здесь так или ждете кого? – Не или, а жду. Все? Вопросов больше нет? – Все, спасибо. – Ты представляешь, а девушка-то наша при деньгах. – С чего это ты взял? – А она только что со своей подружкой по телефону разговаривала и так спокойненько пообещала ей двадцать тысяч долг без проблем. – Ничего себе. Вот тебе и внучка. А бабушка по триста рублей с пенсии откладывает на приданное. – Так, она, кажется, куда-то собирается. Поехали за ней потихонечку. Тем временем Лукин позвонил своей давней знакомой Агате Ивановне, которая иногда помогала детективу в работе. – Алло, Агата Ивановна? – Лукин, любимый. А я смотрю, знакомый какой-то номер. – Слушай, Агата Ивановна, тут у меня такое дело. Клиентка новая, деньги у нее украли. А мне там светиться никак нельзя. Надо бы во всем этом разобраться. Понимаешь, Агата Ивановна, ну, никак без тебя. Ну, это не телефонный разговор. – Петрович, сиди в офисе своем, никуда не двигайся. Жди, через полчаса буду. – Понял. Вот чума, чума. Помощники продолжали наблюдение за внучкой Ниной Петрухиной. – Я решила, Длину покупать не буду. – Да, ну не хочу. – Короткая, прикольней смотрится. – Конечно, щипаная. – Ну, ты чего? Зачем мне белая? – Нет. – Ну, ладно, давай, у меня еще есть дела. – Я тебе потом позвоню, ладно? – Давай. – Щипаную – это она про что? – Про норку, наверное. Технология обработки меха. Ну, кстати, это уже не модно. – Это она что, шубу собралась покупать? – Похоже, у девочки действительно много денег. На полном серьезе фасон выбирает. Но откуда у школьницы деньги на шубку? – Да. Только вот, похоже, она собирается денег-то побольше потратить, чем у бабули было в банке. – Агата Ивановна! – Лукин! А я уж думала, ты забыл про меня. – Ну что, Агата Ивановна, вас забыть невозможно. Давайте помогу. – Случилось что-нибудь? – Ну, у нас здесь все время что-то случается. А я вам сейчас все расскажу. Пойдемте. – Ага. – Игорь Лукин рассказал Агате Ивановне все о предстоящем деле. – Сами мы там сходиться не можем. – Угу. – Мои помощники, ну, Юля и Иван, сейчас ведут наблюдение за Наташей Петрухиной, ну, внучкой Нины Федоровны. – Слушай, так ты что думаешь, внучка это тоже могла стащить деньги? Ты же говорил, бабка она на вариданное собирала. – Агата Ивановна, всякое в жизни бывает. Помощники вели наблюдение за Наташей Петрухиной. – Да, Тусь, извини, что опоздал, я тебе все объясню. – Да ладно, не парься. – Давай за ними быстрее. – А кавалер, ты не мальчик, видела? – Да уж, а ей сколько лет? Семнадцать. Ты знаешь, чем она интересовалась в ювелирном? – Ну, чем обычно женщина в ювелирных интересуется? Сережки, колечки. – Вот и не угадал. Она попросила показать ей обручальные пальцы. – Ничего себе девочка пошла в разнос. Не рановато ли? Куда он так гонит? Мы ведь тоже ездить умеем. – Постарайся не отставать от него. – Да уж постараюсь. – Слушай, мне кажется, что он заметил, что мы за ним едем. – Сумку отдай! – Ну что? – Наталья, у вас с вами все в порядке? – Да, в порядке. Я ему говорю, останови машину, скотина. А он ко мне приставать начал, ударил меня. Я говорю, выпрыгнуй сейчас, если не остановишь. – Наталья, успокойтесь, все нормально, все позади. – Откуда вы знаете, что меня Наташа зовут? Вы кто? – Так, давайте мы вас обратно в город отвезем, а по дороге поговорим. Идет? По дороге в город Наташа рассказала историю своего знакомства с Денисом. Он к нам в кафешке подсел, одет классно, парфюм и все такое. Потом из школы меня встречать стал и в ресторан водил, шубку обещал подарить. Но мы решили, когда мне 18 исполнится, сразу поженимся. – Наташа, а ничего, что он у тебя немного старше? – Ну я подумала, если за молодого идти замуж, тогда он еще там разбогатеет, правда? А этот знаете, сколько мне на карманные расходы обещал дать? – 30 тысяч. – Ну конечно, чего тянуть-то, раз такой выгодный жених. – И подруге в долг ты собиралась дать из этих 30 тысяч, да? – Да. О, я же тебя узнала. Это ты у меня сигарет стрелял возле школы? – Да, Игорь Петрович? – Да тут много чего произошло, но, похоже, Наташа подозреваться не стоит. – Ясно. Ну что ж, пора уже навестить эту Александру Рудакову. – Хороший у тебя помощник, Петрович. Слушай, ты все Рудакова до Рудакова, а я сижу ушами хлопаю. А не про нее ли я недавно читала? А как же статья-то называлась? «Таланты нашего двора», кажется. – Да? И что, и там про Рудакова написано? – Представь себе написано. И именно про Рудакову. Она картины вышивает. Ты вот умеешь вышивать? – Кто я? Вышивать? Агата Ивановна, бог с вами. – Ну, жаль. А я вышиваю. Только некому мне за советом обратиться, бедной вышивальщице. Крестом и гладью. Все наперстки растеряла, что дарили мальчики. Красной ниткой вышивала и сколола пальчики. – Агата Ивановна, вот вы-то и есть талант нашего двора. – Вот. С этим вышиванием я к Рудаковой и подкачу. Как вышивальщица к вышивальщице. И камеру какую-нибудь скрытную поставлю. Правильно я придумала? Петрович, я своего коня пять лет вышиваю. Но, правда, то, что ниже головы, никак до ума не могу довести. – Ой, Агата Ивановна, вы хитро придумала. Хитро. – Ну? Вернувшись в офис, помощники доложили Игорю Лукину о том, что произошло с Наташей Петрухиной. – Да, ну-то хорошо, что вы рядом были. – Ну-у. – Да дурочка маленькая, она очень испугалась. – Девчонке, конечно, хотелось иметь много денег, но бабушкину банку она не трогала. – Да. Есть у меня еще кое-какие предположения, но надо еще проверить кое-что. А сейчас, главное, Рудакова. – Агата Ивановна к ней уже пошла? – Да пошла уже, понесла своего коня недошитого. Говорит, может, и камеру скрытую поставлю. Ну, в общем, разведку боем. Да должна бы уже позвонить. – Так мало ли там какая-то ситуация. – Ты прав, Ваня, всякое может быть. Давай сами позвоним. – Алло, Агата Ивановна, это Лукин. – Хорошо, что позвонил, любимый. Мне срочно нужны красные нитки, мулине. Хотела вот заказать тебе. – Да-да, я понял, Агата Ивановна, все понял. Выезжаю, минут через десять буду у вас. – Какие там нитки ей нужны, красные? – Игорь Петрович, что-то случилось? – Ну, это условный сигнал, красные нитки. Значит, ей надо срочно со мной встретиться. Ну, в общем, я к ней поехал. Вы будете на связи. Пока отдыхайте. В детективное агентство обратилась пенсионерка Нина Петрухина. Она обвиняет сантехника Бориса Рудакова в краже денег, которые она хранила в банке с мукой. Под подозрение также попадают внучка Петрухина и Наташа и тетка сантехника Александра Рудакова. Кроме того, для выполнения конфиденциального поручения детектив Лукин вызывает свою старую знакомую Агату Ивановну. Через десять минут Игорь Лукин подъехал к дому, где проживала Александра Рудакова. – Ой, ну, Петрович, не знаю, что ей сказать тебе. Рудакова эта мне очень понравилась. Такая интеллигентная, хорошая. Но подозревать ее нужно. Нужно. И ничего тут не поделаешь. – Вот что, Агата Ивановна, рассказывайте все по порядку. – Рассказываю, слушай. Пришла я к ней сегодня утром. – Простите, вам кого? – Здрасте. Вы Александра Тимофеевна Рудакова? – Да. – Да вы не бойтесь меня. Это я с виду такая дурная. А вообще я просто радостная. Прочитала про вас в газете про то, что вы тоже хорошо вышиваете. – Да, вышиваю. И что? – Так я-то очень хорошо вышиваю. Мне ваш адрес дали в редакции. Вот я пришла к вам за помощью. – Проходите, пожалуйста. – Спасибо. – Проходите. Извините, у меня тут не прибрано. Все время крутишься, крутишься и некогда порядок в квартире навести. Простите, а как вас зовут? – Ой, видели б вы, чего у меня в квартире делается. А зовут меня Агата Ивановна. – Вышиваю, вышиваю целыми днями. Там иголка упадет, там нитка, пяльцы по всем комнатам. – И не говорите, не говорите. – Посмотрел так, неплохо живет. Мебель хорошая, шубка в прихожей висит, я тебе доложу, будьте любезны. А тут ее племянник позвонил. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК – Да, Боренька, ты уже освободился? Ну, хорошо, хорошо. Это надо сделать побыстрее, я тебя жду. Да-да. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините, Агата Ивановна, чем я вам могу помочь? Я вас слушаю. – Ой, родная моя, тут не помогать надо, тут смотреть надо. – По-моему, замечательно. – Ну, конечно, она от моей вышивки долго в себя прийти не могла. Ну, я привыкла, она на всех такое впечатление производит. А тут племянник ее пришел, она и говорит, мол, извините, пойду племянника покормлю. – Жаль, неплохо вы послушаете, о чем мне там говорили. – Ой, смешной ты парень, Лукин. Ну, неужели ты и думаешь, я не подслушала? Подслушала и даже подсмотрела одним глазком. – Так, и что? – Все. Не беспокойся, тетя Саша, положил аккуратно, не вытащи. – Половина денег твоя, не беспокойся. Только сделаешь все как следует, Боренька, очень тебя прошу. – Ну, чего, я не понимаю, что ли, чего вам это стоило? – Ой, и не напоминай, а что там эта ведьма старая? – Да ну ее куда подальше. – Ох, и втравила я тебя в историю. Ладно, пообедай и отнеси, Боренька, их и сдай. Хватит им лежать. – Сейчас деньги он понесет куда-то. Очень хорошо, что ты быстро подъехал. О, смотри! О, вот он, голубь мой сизокрылый выпорхнул. – Вот что, Агата Ивановна, придется нам с вами покататься. – Ой, Лукин, миленький, я ж не могу на ваших этих легковых автомобилях ездить, меня ж тошнит. Ой, ну ладно, надо так надо. Поехали. – Агата Ивановна, вас-то он меньше запомнил, я думаю. – Так он меня совсем не видел, я же в комнате была. А он как пришел, сразу на кухню прошел. Только голос мой мог запомнить. Так я ж молчать буду. Так, сейчас я пошла за ним, а ты жди. Наблюдение за Рудаковым привело детективов к городскому рынку. – Да, Игорь Петрович. – Алло, Вань, слушай меня внимательно. Значит, пока мы здесь отрабатываем версию клиентки, вы давайте вместе с Юлей отправляйтесь к нашей клиентке. У нее там имеются запасы муки. Вот, возьмете. – Деньги поискать? – Да отставить шутки. – Возьмите немного муки из ее стратегических запасов и сделайте сравнительный анализ. – А, сравните с той, что в банке. – Абсолютно верно. – С той, что у нас в банке. Кажется, я догадываюсь, у кого могут быть деньги. Ну все, пока. Ошиблись мы с тобой, милый. Не деньги он в сумку-то положил. Он там сейчас стоит и продает вышивки. Сначала мужику сдать все хотел, но тот отказался. – Это значит, ему тетка половину денег от продажи вышивок отдает? – Ну… – Ну что ж вы так радуетесь, Агата Ивановна? Мы столько времени зря потратили, а вы радуетесь. – Честно? Ужасно рада. Так мне его тетка понравилась. Классная вышивальщица. – Ну что ж, спасибо вам, Агата Ивановна. Мне сегодня еще может понадобиться ваша помощь. – Любимый, что хочешь. Тем временем помощники произвели сравнительную экспертизу муки из банки и запасов пенсионерки Петрухиной. – А мука-то в банке не там, не старушкиных запасов. – Ну что ж, мои догадки начинают подтверждаться. Мы же были у Нины Федоровны и спросили, нет ли у нее какого-то стратегического запаса муки. Она сказала, что есть, хранит на балконе. Так вот, свою банку она набирает именно из этого запаса. А в этой банке мука более качественная. Другого сорта. – И следов муки на кухне Петрухиной не обнаружили. Потому что никто сверток из банки не доставал. Просто преступник подменил банку на точно такую же. – Ага, только без денег. И с другим сортом муки. – Так вот почему так мало отпечатков. Банка новая, незахватанная. И Петрухина-то и брала ее только несколько раз. – Правильно. Остается надеяться, что преступник держит деньги еще у себя в квартире. Он просто боится их засвечивать. – И вы знаете, кто украл банку с деньгами? – Думаю, что да. – Алло, Агата Ивановна, это Лукин. Вы вот что, срочно подъезжайте к дому Петрухиной. Это рядом с домом Рудаковой, где мы сегодня с вами были. – Да-да-да, сейчас я все расскажу. По заданию детектива Лукина, Агата Ивановна и Юля нанесли неожиданный визит соседу Петрухиной Николаю Кротову. – Электросчетчиков. И приготовьте квитанцию об оплате. Открывайте. – Опять электросчетчик. – Где ваш счетчик? – Вот он. – Ага. Юль, пиши. 01084. Угу. Главное, запомни, как входишь, сразу смотри, где находится счетчик. – Поняла, Агата Ивановна. – Ну, я еще смотрю, в каком он находится состоянии. Не дай бог влезть в оборудование. Сейчас знаешь, какие умельцы бывают? Показания сматывают, электроэнергию воруют. А это штраф. – Да. – А что это вы машете тут головой-то? Вы что головой-то машете? – Потому что штраф... – Я подругу свою встретила. Она, кстати, у вас в ДЭЗе работает. Так к ней следователь сегодня приходил. Такого порассказал. – Так это что, про обыски, что ли, Агата Ивановна? – Ну да. У какой-то бабульки в этом подъезде деньги пропали. Так сначала на слесаря подумали. Но потом он оказался не виноват. Следователь так и сказал. Наше государство не допустит, чтоб обкрадывали стариков. Весь подъезд обыщем. И эту, как ее, санкцию у прокурора взял. Верхние этажи обыскали, говорят. – Это что ж теперь? Если, предположим, у кого-то деньги отложены на черный день, как доказать, что они не Петрухиной? – Не волнуйтесь, товарищ. Петрухина бабка эта ушлая оказалась. Она все номера с купюр переписала. Вот перепишет и в банку. Перепишет и в банку. Ну все, Юль, мы с тобой тоже переписали все, что нам нужно. Пошли. До свидания, товарищ. Электроэнергию берегите. Оборудование храните в санитарном состоянии. До свидания. – Да. – Ну что, Лукин? Мы с Юлюшкой свой подвиг совершили. Ага. Ну теперь ваша с Ванькой очередь. – Спасибо вам большое, Агата Ивановна. Вы теперь отдыхайте, Юля вас отвезет домой. Надеюсь, мы тоже скоро управимся. – Ага. Ну давай. – Игорь Петрович, я все никак не пойму. Как он мог догадаться, что соседка Нина Федоровна прячет деньги в банке с мукой? – Да я думаю, у нас будет еще время спросить об этом его самого. – О, и похоже очень скоро. – Так, Вань, а теперь главное нам быть очень убедительными. Снимай все и аккуратно. Он сейчас в таком состоянии, что готов ответить на любые вопросы. – Угу. – Николай Васильевич, давно хотел с Вами познакомиться, давно. – Что такое? – Что Вам нужно от меня? – Что такое? – Ну зачем Вы это сделали, а? Ведь все Ваши действия записаны на видеокамеру. Ну, ей Богу, в Ваших же интересах рассказать, как все было на самом деле. – А что Вам рассказать? Что? Что эта дура старая так орала в телефонную трубку? Что я стоя на балконе услышал про эту сберегательную банку? У меня сын три месяца назад потерял работу. И что ему надо как-то жить? – И Вы что, три месяца готовили это преступление? – А что там готовить? Купил такую же банку, насыпал в муки и ждал удобного момента. Про сберегательную банку узнал из телефонного разговора с Рудаком. И когда увидел, что она племянника с собой привела, я понял, что этот удобный момент настал. – Не волнуйтесь, не волнуйтесь. – Вы уж постарайтесь. А когда она пошла с лекарствами к моей жене, я к ней на кухню. Слесарь Рудакова в это время в ванной копался. – Да, вот только у соседки вашей, у пенсионерки, мука оказалась подешевле, чем ваша. Кротов был осужден за кражу. Петрухина хранит деньги в сберегательном банке. Агата Ивановна с помощью Александры Рудаковой закончила свою вышивку. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова